добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о противодействии к левите наверное одним из самых мощных орудий который может сокрушить по крайней мере действия духа клеветы это покаяние даже если вы не виноваты даже если вы не получите прощение вы должны это сделать покаяние она нейтрализует вот эту кислотную атмосферу вокруг вас вопрос даже знаете не в том правы мы или нет или насколько мы правы скорее насколько мы правы потому что абсолютно в любой ситуации не может быть так что ты на сто процентов не прав а твой оппонент на сто процентов прав или наоборот всегда есть определенная доля моей неправоты абсолютно в любом конфликте абсолютно в любой ситуации И вот наша с вами способность признать как минимум свою часть ошибки продемонстрирует тот дух, который есть в нас. Или, знаете, тот уровень зрелости. И что немаловажно нейтрализует, по крайней мере, вокруг нас нейтрализует эти ядовитые испарения клеветнического духа. Покаяние. Как это делать? Я пытался это делать лично. Я несколько раз приходил к человеку, который открыто против меня клевещет. И вы знаете, что интересно? В личном общении, когда мы один на один, это милейший человек, который сожалеет о том, что он делает. Он говорит о том, что он ищет мира, что пора прекратить эту войну. Но как только мы расстаемся, на него, знаете, как будто опять нападает этот дух и все продолжается. Я пытался это делать публично. Это не работает. То есть не происходит примирения. Но дышать становится легче. И ты можешь продолжать двигаться в твоем призвании. Ты можешь продолжать двигаться в том, к чему тебя призвал Господь, исполнять свое служение. Сделай это. Даже если ты уверен, что ты 100% прав, начни размышлять. И ты обнаружишь, что, может быть, ты по факту был прав, но твоя реакция возбудила очень много проблем. Может быть, твои слова кого-то зацепили, и тебе нужно покаяние. Другими словами, если ты захочешь увидеть свою ответственность в ситуации, ты ее обязательно увидишь. И как только ты покаешься, Бог умножит твое помогание.